Приветствую вас. Как вам сказали мои коллеги, что желание парня, в принципе, вполне нормальное, и, в общем-то, ничего такого в этом нет. Другое дело, что вы чувствуете себя как бы унизительно от того, что он предлагает вам, значит, и, соответственно, вопрос заключается в том, почему вы себя так чувствуете. То есть, почему вы чувствуете себя униженно, с чем это связано. Ведь одно дело, если вы просто не приемлете подобный вид интимных отношений. И другое дело, если у вас есть некая такая ассоциативная цепочка, которая заставляет вас чувствовать себя хуже. То есть, одно дело, если вы просто в акции свободной воли не приемлете. И другое дело, когда вы сегодня боитесь и так далее. Другой вопрос, кстати говоря, в том, чего вы боитесь. То есть, если вы боитесь некого вреда, то здесь, конечно, имеет смысл, как вам рекомендовали мои коллеги, и сперва изучить материал по этому поводу, и потом уже, соответственно, просто, ну, в качестве эксперимента, в качестве чего-то нового попробовать. То есть, в этом нет ничего такого, особенно, если, как бы, мужчина хочет. Но, с другой стороны, как бы, здесь нельзя спешить. То есть, к этому подходят очень постепенно. И, следуя правилам. И техникам безопасности. Потому что, в одином случае, можно достаточно сильно навредить. Вот. Значит, что касается того, что он вас не уважает, нет. Я думаю, что с уважением у него все в порядке к вам. Это вы считаете почему-то, что он вас не уважает. То есть, вполне возможно, что вы сами, сами в себе сомневаетесь. И вот именно потому, что вы сами в себе сомневаетесь, это является проблемой. Но проблема эта, по большому счету, для вас. То есть, вы, впрочем, ожидаете, что это проявление неуважения к вам. Хотя, в интимных отношениях можно делать то, что угодно. Если у вас партнера получает это удовольствие. То есть, вам просто нужно для себя понять. Вот. Могли бы вы этого получите удовольствие или нет. Вот. Если парень хочет. И, следуя ли вы для себя это приемлемо. То есть, дело не в унивительности. Смотрите, дело не в унивительности. В том, что, считаете ли вы для себя это приемлемо или нет. Если мужчину не удовлетворять в его желаниях вас все устраивать. А мужчина чего-то хочет другого. То он может в теории найти это на стороне. То есть, появится личный повод вам изменить. И я не думаю, что это хорошая тенденция. Поэтому с этой позиции имеет смысл тоже подумать, насколько вам хочется, чтобы мужчина был с вами. Вот. Расценивать это заявление нужно так, что молодой человек хочет реализовать свои какие-то фантазии. Хочет попробовать новое ощущение. Это нормально. Это абсолютно нормально. Нет никакого звоночка. Именно в этом предложении звоночка никакого нет. Значит. Но, опять же, вопрос в том, почему вы видите в этом звоночек. Почему вы тревожите? Что именно вас тревожит? Это является очень важным моментом. Важным моментом может быть и то, как мужчина себя ведет по отношению к вам. Я имею в виду, держит ли он обиды все себе. Значит, как он реагирует на конфликтные ситуации. Как он решает проблемные вопросы. Если человек склонен много удерживать в себе, ну, просто вот замыкаться в себе, там, как-то сдерживать обиды и так далее. Это одно. Это один. И если человек, когда ссорится, например, с вами, то для него становится плохо вообще все, ну, то есть вот совсем все плохо вообще. Да? Это тоже свидетельствует о наличии у него определенных трудностей. Но эти трудности напрямую с предложением мужчины такого типа интимных отношений не связано. Понимаете? Поэтому здесь я рекомендую вам себя не накручивать лишний раз. но тем не менее, тем не менее, обратите внимание на вот эти вот вещи. Потому что они важны. И если у мужчины есть элементы такого поведения, то их нужно выявлять, с ними нужно разбираться, с ними нужно работать. либо вам, либо ему самому. То есть здесь уже многое зависит именно от того, какие у вас отношения. Отношения. Ну, между вами. Между вами. Какие отношения. И если они хорошие отношения между вами, то все можно решить. все проблемы можно разрешить. При желании. Опять же. Но не увлекайтесь этим. И не не копайте вглубь слишком. То есть это предложение, он просто предложение. Тем более, что он не настаивает, да, не требуется, а просто предлагает. Если если у вас есть неуверенность в себе, то об этом, как я сказал, нужно обязательно вам уже самостоятельно поработать вместе с психологом. Потому что есть люди, которые любят экспериментировать в интимных отношениях. И если вы каждое такое стремление к экспериментальной деятельности вы будете воспринимать сквозь призму тревожности, сквозь призму своей неуверенности, сквозь призму страха обиды или чего-то еще, то отношения могут очень усложниться. Потому что для мужчины как правило слова это всего лишь слова. Вот он что хочет, он то и говорит. Тут как бы двойное и тройное дно, если есть, то у относительно небольшого количества мужчин. Не потому что они глупые, а просто потому что мужчина он то что хочет, то и говорит. Вот. Поэтому, ладно, здесь нужно сперва проанализировать именно свою реакцию на это. Чего вы боитесь? Может быть вы боитесь остаться одна. И из-за этого так переживаете по поводу поведения и реакции мужчин. Ну, своего мужчины. Да. Вот. Если так, то это одно направление. И еще могут быть другие причины данного 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 поведения. Так что здесь постарайтесь вот постарайтесь подумать какие именно ваши ассоциации связаны с предложением мужчин. Может быть именно вы сами склонны свои чувства держать при себе. и подобное предложение оно надавляет вас чувствовать себя неуютно именно по этой причине. То есть тут вот понимаете нормальное предложение его, а вот ваша реакция вызывает сомнения. И я бы это исследовал. на самом деле я бы это исследовал. Способов для исследования есть достаточно. Поэтому если хотите чтобы отношения были гармоничными у вас выбирайте себе специалиста на нашем ресурсе и начинайте консультироваться. Я полагаю что себя узнать лучше никогда не вредно и не поздно. А если вы узнаете лучше себя то сможете быть более открытой отношению к мужчине и значит принесете в отношения больше позитива, радости и счастья. Следствие чего мужчина вас будет ценить и никогда не бросит. На этом все. Надеюсь что помог вам. если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. до сих пор до сих пор до сих пор